И я прошу прощения, по каким-то совершенно непонятным причинам, вот эта партия не записывалась в прямом эфире, хотя вроде бы я комментировал и все было нормально. Была испанка, в этот момент я говорил, что возможно будет интересная испанская структура, но Антон сыграл Д4 и здесь Б4, то есть это явная подготовка. Ну конечно не конкретно, ко мне в принципе знакомый ему вариант. Я решил не связываться, отдать материал, допустить, разбив свои перчатые структуры и решил, что у меня будет компенсация в случае комбии Ц6 и возврата коня на Е5. Но Антон не стал связываться, я просто сыграл Ц3. Да, и еще раз извиняюсь перед тем, кто возможно будет смотреть это видео, перед самим Антоном у меня совершенно не было мысли не записывать эту партию, и я действительно ее комментировал, поэтому он так сильно отстал по времени, как обычно. Ну вот почему-то не записалось. Сыграю конь Б5, на конь Ц6 есть ферзь Д1, конь Ц3, вроде бы там все нормально. Да, ну конечно, с таким временным соотношением будет очень тяжело. Пойду ладею 8. Сифор недумевая, почему же Бандикам перестал записывать партию. Я точно помню, что на начало записи я нажал. Удивительно. Ну вот, и в принципе у черных два слава, плохая структура, но у белых тоже плохая структура, я думаю, что объективно лучше здесь у черных. Но, в принципе, какое-то имеет значение. Другу просто взять, сыграть ладею 8. А, ну Антон предпочитает сохранить фигуры. Тогда ладея Б8, нападая на эту слабость. Мне кажется, что пешка на Б4 сейчас отвалится, а у черных просто станет выигранная позиция, стратегически. Но, конечно, со временем полная беда. Конь С3 просто слона в 5 пойду. Потому что на фиг с Б4 там могут начаться какие-то трюки. 9 секунд против 2 минут. Это, конечно, просто потрясающе. Как можно было довести себя до такой жизни? Ума не приложу. Попытаюсь бороться. Придется для этого меньше комментировать, видимо. Он задумался, или он видит какую-то здесь уникальную тактическую идею. Ну да, но конь С3 играть, похоже, практически необходимо. Ожидалось, поэтому он в 5 секунд моментально. Вместо 9 секунд стало 10. Это, конечно, огромное достижение для черных. Да. То есть отличная позиция черная. Владеет тут... Куда, интересно, взять? Владеет явным перевесом. Но боюсь, что время не позволит им воспользоваться. Хотя, с другой стороны, не удивлюсь, если вот эта позиция совсем выиграна сейчас. Может быть, я даже что-то успею. Это любопытно. Не уверен, что Белые могут сохранить фигуру. То есть, объективно, я думаю, что если... Черт, им удастся хотя бы защититься от одного из трюков, которые Белые сейчас придумают, то позиция потеряет всякий интерес здесь. Возьму и сыграю с G5, наверное. Но все равно, конечно, у черных все отлично. Не допускаю конь H5 с разменом. С другой стороны, конечно, меня, по идее, уже должна устраивать тут ничья. Но при этом она все равно меня не устраивает почему-то. Слон D4, на слон F2, слон C3. Но король F1, белый играть не вправе. Ну, я побегу королем. Допускаю конь E4, он там должен быть выигранный слоновый. А в противном случае черный король идет на D5. А белый король, кстати, не идет никуда, потому что слон на G6 удачно режет все поля. Правда, белые, видимо, могут сыграть конь F1, к сожалению. Или так. Тогда слон E1. Не, ну да, белый как-то смогли активизировать свои фигуры. По идее, не должен был это допускать при правильной игре. F5. Слон C3. Да, ну теперь F4. Позиция стремительно ухудшается. Пойду, наверное, тогда на B2. H6. Да, но пешечный материал сокращается. Здесь еще F4, наверное, хороший ход. Все-таки. Так тоже можно, но так, правда. Не, наверное, есть ход король C4. В принципе, с двенадцать слонами черные должны быть довольны любым разменом пешек. Потому что проходные слон довольно хорошо должен помогать протаскивать проходные вперед. Ну, посмотрим, как получится. Времени мало, а конь имеет крайне неприятную способность к вилкам, конечно. В принципе, я достаточно с большой долей уверенности могу сказать, что это позиция выигранная при нормальной игре. Но вот уже тут я не знаю, как отвечать точно. Пойду слон D5. Может быть, это грубая ошибка на самом деле. Возьму. Он H4. А, ну в принципе, у меня же спешка не того цвета. Правда, на самом деле, опять же, я думаю, что при правильной игре это даже ничего не значит. Потому что я могу не доводить до отдачи пешки D. Ну, уже явно где-то продешевил. Ну, эту пешку надо сохранять по-любому. Не знаю, на самом деле, вот уже какая оценка этой позиции. Может быть, еще выиграно, может, уже нет. Наверное, уже нет. Под Антона тоже они так легко здесь играть. Услон H7. H8. Да, справляется с тем, что не получается легко потерять темп. Король D4. А, ну, кстати, король D4 и А2, это же победа. Какой ужас. Ай-яй-яй. Мой комментарий, конечно, оставлял тут желать много-много лучшего, но в этой позиции уже придется сдаться. Да, Антон, видимо, просрочил время, но совершенно никаких шансов уже. Всем спасибо за просмотр. Жаль, что записалась не вся партия, но я попытался показать, что было в ее дебюте. В принципе, ничего такого заслуживающего непременного упоминания там не было. Пока, всем спасибо за внимание. Продолжение следует.